дядя Витя привет как дела у тебя там в москве спрашивать у россиянина который живет в москве ну как дела у вас там это то же самое что спрашивать у больного раком у которого 4 стадия ну как здоровье братишка это издевательство ну что там у вас отмечаете взятие бахмута я думал что вы будете отмечать там неделю две там месяц а учета три дня там похлопали в ладоши вау взяли бахмут какие мы молодцы а чуть все уже праздник закончился значит так быстро оказалось что есть еще и щебекина оказалось что пока вы брали бахмут кто-то взял кусок российской территории оказалось что кто-то в брянской области гуляет что ты будешь делать да смотри помнишь что мне говорил двадцать восьмого да или какого-то мне там двадцать восьмого по моему февраля 2000 нет 1 марта ну короче какой-то день ты мне говорил а нет это же за эфир я же тебе весь эфир в эфире звонил точно вот ты извини я сбиваюсь у меня с русским все хуже и хуже значит в эфире я звонил думы племяш думай ты думаем и сейчас возьмем киев украину ты думаешь год и три месяца прошло четвертый значит 16 месяцев теперь мое пришло время говорите думай ведь думай ты же человек военный да там мусорской военный ты же понимаешь что если вы за год и четыре месяца ни хера не взяли и начали терять то все у вас очень плохо ты же понимаешь что ракет у вас больше не станет вот не станет все ваши надежды на китае блин на еще кого-то на иран они все их нет денег у вас больше не станет генералы умные вас не появится я пишу лишь вы сидите думаете ну наверное сейчас появятся какие-нибудь умные генералы рауль кастро там с какой-то жопы блин вам говорит россия победит вы такие фух ну хотя бы рауль кастро в нас верит ну ты же понимаешь ты взрослый человек тебя что-то полная херня ни хера у вас не будет все у вас заканчивается никто вас не вы уже про проигрывающие за проигрывающих никто вписываться не будет ну нету дураков кто захочет проигрывать очевидно с проигрывающим рядом все хотят быть рядом с победителем по бабкам жопа вот по оружию жопа по территориям у вас тоже скоро жопа даже витя ты думай думай как ты можешь исправить свое плачевное положение какой информация ты можешь поделиться про кого ты думает твое окружение пускай думают вот нашим предателям тоже там которые уехали в россию тоже нужно подумать чем они могут быть полезны все там начинайте думать у вас у всех все очень плохо очень плохо поэтому соберись с мыслями брось на недельку бухать и подумай как ты можешь спастись давай я еще напишу тебе